всем привет из площади калифорнии с вами евгений сулема компания авто на заказ и сегодня сделаю обзор на 2012 года audi a8 встречайте в этом выпуске мы поговорим с вами о ее плюсах рассмотрим ее минусы заглянем внутрь также посмотрим экстерьер и сделаем небольшой тест-драйв и так что касаемо экстерьера этого автомобиля конечно здесь классика черная a8 много хрома у нас у нас здесь идут элодишные лампы это дополнительная опция вот на один еще один из минусов автомобиля то что это очень дорогостоящий автомобиль в ремонте в плане ремонта если вы будете покупать этот автомобиль с аукциона в сша никогда не берите его биты в передок потому что каждая фара стоит где-то по полтора косаря также предыдущий владелец поставил здесь 20 черные диски такие в цвет кузова обклеен передок пленкой защитной чтоб не билась от комаров также заклеена здесь зеркало наклеена пленочка здесь чтобы защитить тоже от комаров у нас идет chrome chrome на ручках у нас килл с entry бесключевой доступ по всем четырем дверям при нажатии на кнопку нас открываются двери еще вначале я не сказал что это короткая версия есть еще длинная версия хотя автомобиль и так принципе большой сзади если далеко вообще отойти он очень похож на audi 4 поэтому иногда как бы так вот издалека когда ракурсы какие-то другие напротив других больших автомобилей смотришь выглядит как компактная машина на самом деле это огромный автомобиль также здесь мы видим у нас продолжение хрома здесь идет настоящие глушители классика здесь стоит еще какой-то спортивный выхлоп не знаю какой компании но он прямо точные под автомобиль когда заглядывал там просто вырезано до самого передка тупо такие прямые трубы идут что касаемо audi a8 для тюнинга да это легче автомобиль чем другие в его классе автомобили он чипуется хорошо ставятся турбины и так далее понятно что это автомобиль не будет там нормальный на каких-то серпантинах все-таки тяжелая масса ну на драг рейсе он делает там чуть ли не хураканы вздрючивает потому что реально мотор там и так как с хуракана стоит если неправильно сделать ланч просто отрывает тяги на колеса так ну чё пробуем но пробуем сколько секунд держать в общем для любителей драг рейсинга кто хочет погонять за чиповать затюнить этот автомобиль будет идеальный и семью покатать и еще и в жарить где-нибудь со светофора что касаемо интерьера здесь все отлично все на своих местах все офигенно все обшито кожей в этом конкретно автомобиле здесь еще называется extended ladder package где обшиты кожей все подлокотники на дверях ну я не знаю что тут еще можно было обшивать тут и так принципе все обшито единственно что здесь не хватает это алькантары на потолке у нас здесь спортивный пакет стоит спортивная подвеска спортивный руль с с 8 восьмиступенчатый тип троник по салону здесь массаж сидений обдув сидений бесключевой доступ навигация есть на тот момент это был полный фарш я не знаю если это с тринадцатого года пошло но или не по-моему в двенадцатом году можно было поставить адаптивный круиз-контроль но здесь его нет по интерьеру салона возможно уже наверно так вот сказать это устаревший салон но тем не менее когда я смотрю на доску приборов до 2008 какого 18 19 года даже вот если вы заказывали audi a4 и не брали в полной комплектации там у вас было реально такая вот похожая доска приборов то есть этого с двенадцатого года по 20 до сих пор ставилась это вот доска приборов здесь у нас разъем а и мая как у них называется то есть понятно что здесь нет у вас с тех годов не было не юсби не тайп си то есть вам нужны будут переходники вставлять сюда через прикуриватель но я сюда установил apple carplay от компании cars gadget и с удовольствием пользуюсь если не надо в принципе здесь у меня если такой вот и избежка где можно подсоединить телефон зарядить либо сюда вставляю и сбе stick memory card и смотрю с него фильмы а так по вай фай принципе работает все applications все передается на экран классная штука рекомендую переходите по ссылке в описании компания cars gadget продает гаджеты на бмв audi mercedes можно купить вот такие вот приблуды и пользоваться на здоровье но так быстренько еще по салону есть подрулевые лепестки у нас круиз-контроль здесь очень кстати удобный джойстик он находится под рулем но им очень удобно управлять такой он интуитивный и гораздо просто вообще все работает автоматический light свет ну и все так у нас все подъемники 4 автоматических подъемника есть задние шторки в этом и сейчас назад переместимся я вам там покажу ну сзади сидеть удобно несмотря на то что это вроде как и лимузин классная жгу это короткая версия смотрите свяжу сам за собой у меня ноги но вот руки даже между ногой и сиденьем еле-еле туда влазим сверху место нормально но здесь такой немного скосый потолок несмотря на то что такой большой автомобиль место и не так уж и много но сами сиденья удобные у вас кожаные перфорированное сиденье такой большой подлокотник откидывается здесь у вас будет собственный климат-контроль и хотел отметить что как классно работает климат-контроль то есть у него обдув откуда только можно здесь вентиляционные решеточки на стойках здесь находится под ноги дует то же самое и спереди когда сидишь тебя воздухом просто окутывается со всего со всех сторон как окутывает одеялом и это классно я в других машинах такое не ощущал в мазде вообще там либо вверх либо вниз а чтоб одновременно дуло со всех такого даже нет во многих автомобилях такого нет как здесь что дует просто можно настроить в любое положение с любого ракурса как угодно так вообще все круто качество отделки опять же говорю просто на высоте здесь был дополнительный пакет на пол и дар или волк волкона леда называется не прострочка ромбиками круто обалденно запах кожи пахнет здесь у нас вот еще мы видим три прикуривателя то есть но раньше вот не избежать не было да они натыкали просто прикуривателей думали что это бизнес-класс люди здесь будет ехать и от прикуривателя заряжать свой планшет тогда еще такого наверно и не думали об этом просто сделали три прикуривателя они есть не знаю кто им пользоваться а еще не отметила что здесь был система еще можно было проапгрейдом со взять bank and allison но здесь был система и здесь настоящая босс система в нашей есть голимая босс система а есть офигенно так вот босс система здесь она долбит офигенно но например как в мазде то что у меня стоит bank and allison ну то какой-то не знаю как подделка китайская он ну играет но сравнением с этим фигня полная у нас есть люк он правда только для передних пассажиров ну как если открыть сюда будет задувать ну вот хотелось бы что-то сюда а может он и нафиг нужен а у нас автоматические шторки причем что их можно открыть как и на ту дверь и на эту с любой двери они регулируются очень удобно классно когда я здесь ставлю корсид катаю ребенка шторку закрыл и вообще все отлично так вот работает шторка есть ладишки свет свет классно светит опять же регулировка можно включить оттуда с плафона отсюда есть пепельница непонятно кто не пользуется ну все все очень классно очень органично ручка удобно сидеть тут открывать чувствуется металл все дорого богато короче супер давайте начнем с минусов этого автомобиля это конечно же его цена цена падает сумасшедшей скоростью новый автомобиль стоит в районе 95 тысяч долларов когда вы покупаете его с автосалона только вы выехали с площадки автосталона автомобиль падает примерно на 15-20 процентов спустя пять лет цена упадет его еще на 50 процентов и вот уже автомобиль 2012 года 8 лет автомобилю его можно купить за 22000 сша в странах как украина такой автомобиль где-то стоит по тридцатку но это можно наверное отнести к одному из плюсов так как не у всех есть деньги на новый автомобиль и в принципе я не советовал бы покупать этот автомобиль новым хотя бы подождал бы полгода и купил бы какой-то с минимальным пробегом и прилично сэкономил но этот автомобиль можно получить абсолютно бесплатно просто подписавшись на мой канал распространять мои видео ставить лайки и когда нас насобирается 1 миллион я разыграю этот автомобиль среди своих подписчиков но меня поражают комментарии людей которые неверующие пишут то само этого никогда не случится либо это развод я никогда не выигрываю миллион подписчиков good luck не насобираешь ты никогда ребята нужно думать позитивно мысли материализуются если бы я так думал сидя на диване я наверно не приехал в америку я наверно не заработал этот автомобиль вы не думаете я там с обеспеченной семьи либо меня там родители проспонсировали я приехал в америку с 300 долларами которые мы и так бегали там по всей деревне собирали ну как вообще давайте расскажу про историю откуда у меня любовь к audi a8 это уже не первая моя а восьмая еще живя в украине там помните в конце девяностых вышел фильм ронин где показали во всей красе audi s8 в кузове d2 и она оттуда вообще влюбился в этот автомобиль и мечтал и думал что когда мне такой автомобиль будет ты раньше кто только бандиты ездили либо правительство на этих машинах я смотрел думал блин избыточная мечта но когда-нибудь я куплю себе такой автомобиль и потом приехал в америку я жил в колорадо какое-то первое время и работал на мойке и приехал чувак в кузове d2 a8 черная на хромированных дисках и у меня что-то так вот это вот вообще возбудил эту всю идею я сказал все точно я себе должен купить этот автомобиль я переехал в калифорнию я работал на трех работах со своим ломаным английским языком к на тот момент когда приехал было очень трудно короче я тут перри прошел крым и рым короче и в отеле был боем водителем там работал и водителем лимузина на выходных работал работал в кофешопе баристой кофе колотил я к чему говорю что просто нужно добиваться своих целей я никогда не сдавался и даже вот сейчас теперь как бы я более перешел в предпринимательскую деятельность какие-то делаю новые стартапы новые идеи развиваю и вот хочу развить этот канал к сожалению youtube алгоритм так просто не работает сейчас нужны подписчики даже вот работать заключать контракты с компаниями производителя автомобиля чтобы давали автомобили для тесты для них для них нужны подписчики чтобы было кому показывать этот контент поэтому как бы я обращаюсь к вам прошу вашей помощи не забывать подписывать на канал я таким образом разыгрывая свою мечту этот автомобиль которому я так долго шел готов поменять на youtube канал который я хочу развить и приносить вам пользу с моих видео вы впитываете в себя полезную информацию помимо то что вам показываю машины также с вами делюсь информация о пригонах автомобилей сша как минимум вы можете информацию применить и купить автомобиль с экономией деньги там для своего личного автомобиля либо направить его в нужное русло и превратить его в бизнес и зарабатывать на этом деньги даже если рассмотреть вариант с покупкой лотереи когда вы покупаете лотерею все равно за нее платите деньги не факт что вы играете здесь вам ничего не стоит кроме как нажать кнопку подписаться и поставить лайк ну и опять же вернувшись тому что для чего это все делается потому что контент развивать нужно там закупать аппаратуру я хочу сейчас нанять еще оператора чтобы какой-то динамичный контент что можно было снимать автомобили с другого автомобиля был какой-то вот такой в драйве все это происходило то есть планы на канал сумасшедшие также я хочу выпустить сейчас будет новая рубрика двухминутные мысли вслух по вторникам где мы будем обсуждать ваши комментарии ваши мысли буду находить какие-то интересные темы и делать такие двухминутные ролики по вторникам среди недели разбавлять основной контент с ревью с обзорами автомобильными еще из хороших новостей открываю второй канал про свою личную жизнь если кому интересно заходите ссылка будет в описании там я буду показывать свои какие-то путешествия будем разговаривать на разной тематике как буду вас настраивать думать позитивно не думайте негативно а думайте позитивно это мой слоган так что да заходите по ссылке в описании еще один из минусов это качество задней камеры она просто бога ладно еще в 2012 году я ладно закрываю глаза слава богу что она есть когда они стали начали ставить эту камеру в 2015 году с рестайлинговой d4 но это уже как бы audi вам должно быть стыдно за это и кстати экран здесь нормальный так как я проверял когда я устанавливал apple carplay и устанавливал там была опция добавить автомаркет китайскую камеру камера подсоединял и качество камеры было гораздо лучше чем на родной еще одна из проблем тоже автомобиль любит покушать если будете постоянно этому автомобилю вжимать то он будет употреблять где-то 15 миль на галлон и в принципе принимает автомобиль только 95 бензин но если это для вас не проблема то в принципе какие не проблема не вжимаете ездить аккуратно так как если будете ездить по трассе он хавы где-то девять с половиной литров на 100 километров в принципе нормально для 42 мотора но это было бы audi не а8 если бы не было плюсом один из плюсов здесь бак на 90 литров то есть вы все равно заправить и проедете свои 450 километров но также это конечно же система quattro полный привод у вас постоянно на всех а8 идут стандартно полный привод также пневматическая адаптивная подвеска которую можно поднять проехать по любому клиренсу сейчас я вам подыму и покажу как это происходит все это делается с помощью назвать и кнопочки через меню заходим нажимаем кнопочку рейс и все и машина поехала вверх сейчас посмотрите я поднял автомобиль самое высокое положение я вставляю сюда iphone тут только это вот резинка ну туда iphone залазит здесь тоже практически это iphone 10 если так вот взять ну не знаю сантиметров десять у вас наверно это то что еще автомобиль на такой супер низкопрофильной резине но я считаю это круто ну одно из самых главных на преимуществ это конечно же вид посмотрите это статусность вы будете ехать это уважение на дороге вас будет пропускать на такой машине не стыдно подъехать с девочкой в ресторан в кинотеатр на вас всегда будет смотреть с уважением но остальные плюсы вы поймете когда мы уже начнем делать тест-драйв а сзади нас стоит такая противоположность экологии а Что касаемо езды и управляемости этого автомобиля, ребята, вы точно будете получать удовольствие, проводя время за рулем этого автомобиля. Хоть это считается лимузином, но мне кажется, этот автомобиль был создан для водителей. Нужно сидеть здесь, а не сзади, тем более это короткая версия, там сзади делать нечего, здесь вы будете просто отрываться на ней. Это сочетаемость комфорта, скорости, но тут один нюанс, в этом автомобиле скорости не чувствуется. Жмешь в педаль и кажется, что что-то она не едет, а потом смотришь на спидометр, а у вас уже 100 км в час. Из-за того, что такая плавность разгона, масса автомобиля, коробка плавно переключается, то есть он просто выстреливает, но вы как будто бы на какой-то воздушной подушке несетесь и не ощущается ничего. Только вот слышно этот бубнящий глушитель, который стоит у меня спортивный. Если бы не он, то, наверное, вообще бы не было никаких эмоций. Может быть, кому-то это и не по душе. Некоторые люди, наверное, посчитают, что это пенсионский вариант, пенсионерский, что вот он такой валкий, как бы не чувствуется от этого драйва. Но мне как раз вот это вот, я ищу это в автомобилях. И, кстати, еще сравню, забегая в другую сторону немножко, Toyota Avalon. Вот у нее тоже есть немножко вот этой вот быстроты езды, плавной езды. Не джерки, не дерганой такой, а где у вас просто плавно разгоняется, плавно тормозит, но при этом у вас есть запас мощности, когда вы можете всегда нажать на педаль газа и там в любой ситуации экстремальная, либо не экстремальная, либо для удовольствия нажать и полететь. В общем, это те ощущения, которые не передать. Нужно это попробовать, нужно поездить на многих автомобилях, попробовать Audi A8, либо вот такие вот с мощными моторами, большие плавные машины и понять, что вам это нравится или не нравится. Но мне как раз вот такое по душе. Audi A8 это мой автомобиль. Я уверен, те же самые эмоции вы получите от Mercedes S-класс, BMW 7-ки. Просто каждый автомобиль по-своему немножко по-разному настроен. A8 это середина между BMW 7-кой и S-классом. S-класс еще мягче, еще плавнее. Так что, если вот ищете такой компромисс по спорту и комфорту, Audi A8, ну или, конечно же, если есть деньги, S8. По паспорту этот автомобиль разгоняется за 5,7 секунд. Я, конечно, не замерял, но по ощущениям он едет. Возможно, даже может даже и быстрее, потому что я почему-то думаю, что этот автомобиль хозяин до меня зачиповал, так как в него столько наворотов было вложено, что я не сомневаюсь поставить такие диски, поставить этот выхлоп. Я думаю, что тут какой-то Stage 1, может быть, делали что-то там в настройке с программированием. Также, несмотря что этот автомобиль не является кроссовером, либо SUV, но все Audi A8 идут полноприводные. Поэтому этот автомобиль подойдет для любых погодных условий, для любых городов, любых климатов. Обогревы сидений, зимний пакет на них есть. Также у этого автомобиля есть пневмоподвеска. Вы всегда можете, если у вас там будет какая-то колея, вы всегда можете автомобиль поднять. На шоссе, когда вы выехали, автомобиль можно опустить. Либо, когда вы переводите автомобиль в режим динамик, автомобиль при скорости 80 км в час на шоссе опускается еще на 2 см, тем самым уменьшая центр тяжести и улучшается управляемость. То есть подвеска ходовая и полный привод делают большой плюс этому автомобилю. Еще, ребят, хотел отметить по поводу тормозов. Очень отличные тормоза. Здесь большие суппорта и большие роторы. И поэтому автомобиль тормозит очень офигенно. Даже несмотря на то, что он весит 2 тонны, но плавность торможения и как бы само расстояние торможения очень хорошее. Например, даже сравнивая с моей Mazda и CX-5, с новой, абсолютно новым автомобилем, то там все равно какой-то чувствуется задержка. Вроде бы ты жмешь, 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 нормально тормозит, но потом постоянно до переулка нужно как-то резко нажимать, вдавливать прям тормоз, чтобы он остановился. В этом автомобиле, когда пересаживаюсь с одного автомобиля на другой, здесь я иногда давлю на педаль и прям аж сильно надавливаю на тормоз, потому что он как бы не с привычки. Потом проходит какие-то там пару километров, привыкаешь и начинаешь наслаждаться. Как здесь классно работают тормоза. Как это я замечу, бэушная машина, здесь уже наверняка менялись колодки, может быть еще и не один раз, но тормозят они офигенно. А какой здесь легенький руль? Опять же, это все регулируется с помощью настроек, можно поставить в комфорт, где руль совсем легкий, можно поставить в автомат, где машина сама распознает, с каким настроением вы ездите и на какой режим поменять настройки автомобиля. Либо можно поставить в дайнемик, где все зажимается, машина опускается, руль становится налитой, спортивный. Сейчас даже еще с помощью OBD11 я настроил, закачал еще один режим, называется Efficiency, типа как бы Eco Mode для 4,2 литра. Eco Mode, come on! Ну, если вы меня честно спросите по качеству отделки салона, то, ну, как бы материалы здесь использованы классные. Но вот к 2012 году я все равно уже слышу небольшие сверечки. Там где-то что-то дребезжит, там где-то что-то дребезжит. И вот я вспоминаю свой предыдущий автомобиль, D2 кузов, там этого не было. Я когда приезжал на дилерскую, вот это вот где-то был там 2007 год, к официалам они мне делали ТО. И они мне говорили, блин, какая у тебя классная машина, потому что это вот одна из последних машин, которые там Audi A8 чуть ли не ручной сборки были. А сейчас, видимо, уже сборка совсем другая. Производители понимают, что автомобиль делается на 5 лет, а там уже второй хозяин, пусть как хочет, так и дрочит. Поэтому вот здесь эти сверчки и появляются. На других машинах такого возраста Audi A8 я не катался. Может быть, это специфически к этой машине, может, в ней так непремежно относились, где-то ездили по каким-то плохим дорогам, потому что ходовая вся разбитая была. То есть, ну, как бы вот то, что замечаю по этому автомобилю. Сверчки есть небольшие, но они где-то есть. Конечно, это все можно устранить. Надо ковыряться, разбираться и находить, где оно что скрипит. Ну, а так в основном тихо. Шумоизоляция здесь просто бомба. Сейчас с вами выехали на загородную дорогу. Здесь такая у нас местность, мало заселенная, недалеко от города, лесопосадка, так сказать. На серпантинной дороге давайте переведем в режим динамик, чтобы у нас управляемость улучшилась. Так. И погнали. Вообще отлично. Не, ну, машина для удовольствия. И семью покатать, и сел за руль, и я просто отжал на ней. 4,2 литра тянет. Можно еще и переключить вручную режим. Давайте переключим на лепестки. Офигеть, просто. Офигеть, просто. Офигеть, просто. Не, вообще уходит. У меня нет слов. Я просто иногда молчу, потому что у меня нет перехватывает дух. Сейчас на четвертое, сейчас третье. Ух, на подъем вообще она без проблем. Начинает отваливать в горку. О-о-о, хорошо, мурашки по телу. Отлично вообще. Давайте немножко выдохнем. Переведем обратно в драйв. Поставим комфорт. И теперь едем, наслаждаемся. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот такой обзор получился на Audi A8. Если понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Не забываем распространять это видео. И увидимся с вами в новом выпуске. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok